Продолжение следует... 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 Нюансы, ты, ну как бы сказать, тебе не надо перебить, ты уже знаешь, по смаку, дружи, извини, но это не той. Ну как, это вот это тут написано, может, что хочет, вот написано. Ну я знаю, что это вещь, вот по-другому, вот, а потом далее, вот это, вот это, вот, да. А там надписи немало, а мне что надписи? Сегодня люди говорят, мы верим Богу, мы христиане, мы там и то, и другое. Ну, говорение Царство Божие наследует, наша жизнь должна проявить. Независимо от того, сколько лет мы верующие, как мы себя называем, какие собрания ходим, может быть, день-десять собраний ходим, я не знаю, что еще что-то робимо. Ну, если твоя жизнь не соответствует, значит, не поможет ходить собрание. Собрание ходит для того, чтобы жизнь поправить, поменять, оттянется, начинать жить по-новому. И тому подобное. И Господь хочет таких делателей, хочет таких людей, чтобы они могли еще другому вытащить, не то, что еще яму кинутой, еще хуже срубитой человеку. Поэтому Господь, друзья, нас сбирает каждый раз, когда мы собираемся, чтобы расширяли Слово Божие, распространили Слово Господне, чтобы люди, которые слухают нас, обочуют нас, чтобы они могли сами правильно робить выставки, не мешать, а поддержать. Я просто в этой же предыдущей главе, я как раз, мне глаз попало, я вспомнил вот такой выпадок. Иоанн приходит до Иисуса, я хочу, мне это место, я проповедовал некоторый раз, несколько раз. До Иисуса приходит Иоанн и скажет, смотрите, наставник, я хочу, чтобы вы вникли в эту ситуацию, было как будто вы стоите рядом с Иисусом, и вот Иоанн говорит, наставник. Иисус поворачивается, да, Иоанн, слухаю. Мы видели человека, именем твоим изгоняет бесов. И запретили им, потому что он не ходит с нами. Настолько абсурдно этот вопрос, да, я скажу, я неоднократно обратил на это место описание, настолько абсурдно. Человек, я задал неоднократно Иоанн, а сколько раз ты изгонял бесов? Человек изгоняет бесов. Что надо делать? Поддержать над этого человека, молиться за этого человека, предтримать их. А Иисус не говорит, что кто не придет с нами, тому надо пренебрегать. Нет, он кличет делателей, нас мало, Каша, делателей мало. Надо молиться, Господи, нажать сюда, делатели, чтобы нафаке, люди, которые готовы действовать не словом и языком, а делом показывать это. Этот человек делом проявляет, он уверовал Иисуса, Слухай, он верит, что он сильный, он чудный, он Бог, воплотивший он, все раз вы навеки, то и сами, он разум, он с ним, он во имя его. Он же не говорит, что он своей силой. Твоим именем кажи, во имя твое изгоняет бесов. Что надо делать, вот простому, вот мы рядом стоим, слухаем, что надо делать, когда ты чуешь такое? Радоваться, что этот человек изгоняет бесов. А его взяли за призр, так, позовите его сюда. Слухай, ты кто такой? Что ты, ничего себе, ты хочешь сказать, что ты краше нас? Ты лучше нас? Не принимать его, вообще. Больше, чтобы мы тебя не побачили. Я представляю этого человека, как он упал духом, как он... Але якщо він действительно узнал Исуса, навпаки, он буде бурно, да, трудиться и славите Бога, потому что он бачит действие. Он бачит, як эти человеки, которые без ухода стают нормальными, як радуются женьки, як они приходят, благодаря, что их не мужа, их не дети, что они стали совсем другими людьми. Это не может его оставить войдужным. Он еще больше силою идей и проповедует, и рассказывает, и занимается тем справом, который Бог положил в его сердце. Друзья, поэтому я хочу вас, предвары, и каждый из нас. Никогда не будем говорить противно людину, который делает дело Божие. Бог хочет таких людей. Делать ли мало? Делать ли мало? Если этот человек хоть своими немощами может кого-то поднять на ноги, кого-то благословить, и надо благодарить Бога и молиться за того человека, чтобы он дали трудиться и прославил Господа. Потому что Богу требуют делателей. Не только слова. Мы, братья и сестры, мы такие-сякие, мы робим то и другое, а не отливиться ничего он не робит. Он только может говорить и радоваться своим сказанным, что сказали, и на том и закинчить. Богу не такое требует. Богу требует справжение, настоящее, как этот человек, который делал дело Божие, сделал великое дело, изгонял бесноватого, этого беса, этих бесноватых. Иисус сказал, не запрещайте. Кто не против нас, и кто не против вас, тот за вас. Если вы не против меня, он со мной. Зачем его заборонить? Зачем этого делать? И, друзья, мы сегодня еще раз напоминаем, что Богу требует делателей. Если ты бачишь, даже бабушка здесь где-то каждый вечер выходит, и кому-то что-то рассказывает, надо поощрять бабушку. Надо поддержать его, надо укрепить. Неверующие не делают так. Неверующие люди, которые не знают Бога, это враги крестовые, я еще раз называю их, это враги крестовые, они делают все необходимое, чтобы заборонить, чтобы зложивать, чтобы всякую клебету, всякую непотребство, або не допустить человеку проповедовать, рассказать истину Божию. А Бог говорит, навпаки, молитесь за делателей, потому что они нужны Господу. Доброе. Не буду зложивать, потому что время у нас сегодня мало. Сегодня у нас придется годину. Матрия, общение, потому что у нас не было света. Хай Бог нас вас благословит. Мы уже молились, поэтому я запрошу, друзья, чьи-то сердца, если есть у вас расположенность, если у вас есть желание, через верши, песни, чем вам Бог свечения, общения, просто вопросы, ответы, беседы, но в таком формате мы с вами поспелькуем мысля. Если можно у кого-то что ей сказать, дай Бог вас благословит. Хорошо. Сестра Таня. Сестра Таня, ты сразу заодно рассказывай, как ты добралась, как у тебя положение, обстоятельства, все нормально, все хорошо, чтобы мы знали сразу и камеру включи, будь ласка. Встречаю. Ну, слава Богу, добралась, добралась по вашим молитвам. Господь немножко допустил такие, знаете, испытания. 10, 11, где-то часов мы на границе простояли. О, 10? Да, да. Первый раз ездила, так, ну, так, допущено было, но проехали, слава Богу, добрались. И за это тоже Бога благодарю. Да. Здесь нашла тоже православную немножко, я уже брату говорила, не знаю, но вот сейчас такая, кто Господа, кто в одной церкви, я ее посещаю, немножко они там так харизматей, но нету такого там, что танцевали, они не танцуют, они проповедуют, у них там, да, любого, боже этот. Я то, что для себя в назидании, я беру, в любом случае. От остального я могу отойти и все. А хочу вот такой стих прочитать, если вот. Благодарю Богу, что могу участвовать. Как хорошо, что можем мы молиться, склонив колени перед любящим Отцом, и если в жизни нашей что случится, мы утешение в Господе найдем. В молитве мы надежду обретаем, ведь молимся тому, кто жизнь дает. Бог всемогущий, это точно знаем, Он на молитвы отвечает в срок. Как хорошо, что можем мы доверить любые обстоятельства Христу, ведь Его силу людям не измерить, и в мире все подвластно лишь Ему. В молитве получаем ободрение, и сердце наполняется Христом. Уходят все переживания, волнения, душевный холод согревается теплом. Как хорошо, что можем мы молиться, не только о себе, но о других, и от нужды другого не закрыться. Молиться искренне из-за остальных, ведь каждая молитва не напрасна. На крыльях веры улетает в небеса, цветы Господа воистину прекрасны. И безгранична к нам любовь Христа. Молитесь Господу во всякий час, пусть будет искренней молитвы. И как хорошо, что кто-то молится, и можем за кого-то помолиться. Слава Господу! Да, слава Богу! Почитаем вирш. Господь мой, дай увидеть Твою славу, пусть издали в расселении скалы. Тебе вся честь и слава, и держава. Мы, как песчинки, пред Тобой малы. Ты сделал нас себе детьми навеки, единородным Сыне возлюбил. Он приняв лик земного человека, нас на кресте с Тобою примирил. Великий Бог, Твое лицо сокрыто, но сердцем Ты открылся для людей. Характер свой я вил в небесном Сыне, чтобы спасти своих земных детей. Ищу Тебя с усердием на коленях, лишь так услышать я Тебя смогу. Как дороги те чудные мгновения, когда души касается Твой дух, когда из глаз польются тельха слезы и сердце с благодарностью поет, тогда хвалу Тебе уста возносят, тогда являешь славу Ты свою. Ты исцеляешь раненое сердце, Ты укрепляешь немощную плоть, когда молюсь усиленно, с усердием, Ты отвечаешь мне с небес, Господь. Не голосом с небес Ты отвечаешь, и невидения свои Ты мне даешь, Ты сердце тихо миром наполняешь, Идти вперед уверенно зовешь. Увижу, знаю я Тебя во славе, когда на небеса приду домой. Ну, а пока меня здесь укрепляет Твое дыхание нежный дух святой. Кружится, как пушинка, в космосе земля, средь бесконечной вселенной Так она молода. Люди, дайте руки друг другу, Люди, дайте руки друг другу, Люди, дайте руки друг другу, А Богу ваши сердца. Люди, дайте руки друг другу, Люди, дайте руки друг другу, о Богу ваших сердцах. Время забыть раздоры, вспомнить о любви, чтоб на земные просторы радость мир пришли. Люди, улыбнитесь друг к другу, люди, улыбнитесь друг к другу, люди, улыбнитесь друг к другу, пусть свет струится из глаз. Люди, улыбнитесь друг к другу, люди, улыбнитесь друг к другу, люди, улыбнитесь друг к другу, пусть свет струится из глаз. Любит Отец Небесный всех людей Земли, Так поспешим под чудесный свет Его любви. Люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, Люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Люди, воздадим Богу славу, люди, воздадим Богу славу, Люди, воздадим Богу славу, прославим имя Творца. Слава Богу! Да, слава Богу, сестра Люда, сегодня как раз не хватает той любви. Так проще, сестра Вера. Отчего одиноко ворхуешь, Голубица в ущелье скалы, О небесной отчизне тоскуешь, Унывая в полночной тиши. Голубица моя, голубица моя, Для тебя песен, родная, есть. Над тобою простерта десница, Охраняя печальную весть. Истомоленная, тяжкою зноя, И гонимая бурею злой. Знаю, хочешь свободы покоя, Знаю, хочешь на небо домой. Голубица моя, голубица моя, За тобою я скоро приду. Если будешь терпеть и молиться, Я в обитель тебя приведу. Я купил тебя тяжкой ценою, Позабыть я тебя не смогу. Хоть ты плачешь, томишься порою, Но я сам твои слезы утру. Голубица моя, голубица моя, Ты гонимая бурею злой. Безутешная скорбная птица, Я уж скоро приду за тобой. Не печалься, настанет то время, Когда кончатся скорбные дни. Голубица моя, голубица моя, За тобою я скоро приду. Не печалься, моя голубица, Я в обитель тебя приведу. Голубица моя, голубица моя, За тобою я скоро приду. Не печалься, моя голубица, Я в обитель тебя приведу. Слава Господу. Да, слава Богу, Я бачу братера подключився. Голубица. Дуже рада. Так, сестра, Таня, прошу. Слава Богу. Голубица. Тримайся, моя рідна Україна, Хоч зболена, Хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, Якщо ми з Богом, Що нам вороги? Тримайся, нене, Всі заради діток, Заради волі, правди, Мирних днів. Ти не одна, Розкиданих по світу, Мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі Діти й друзі, Гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на виднокрузі, Бо з нами Бог іще зне злого план. Не здайся, моя рідна Україна, Не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, Проси прощення, миру і добра. Просімо, українці всього світу, Просімо у Бога прощення щодня, Щоб Бог дав сили стояти в цій битві, Щоб милість була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону, Країну нашу зболену в сльозах. Щоб ворогам свою дав перекону, Щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, Молитву серця і душевний плач. Помножмо всі зусилля і благання, Скажімо кожен, Господи, пробач! Щоб підродилась ненька Україна, Щоб у сто крат прекрасніша була, Щоб знав весь світ. Хожнісінька країна, Що з нами Бог, Бог миру і добра. Слава Богу! Слава Богу! Віті, наша песня, Як і весний крыла ты, І пусть не страши те, Вітьма і ось ць, Я всем і всем расскажи, Что тот самый богатый, Кто принял дары от Христа. Ведь и наша песня Сквозь муи туманы Услышит весь мир, вся земля, Что тот лишь не знает Ни зла, ни обмана, Кто помнит о рана Христа. Лети через горы, моря и долины, Будет и людские, людские сердца. Да так, чтоб поверил, Что самый счастливый Кто отдал себя за Христа. Лети наша песня Везде и повсюду, А рада всем расскажи, Пусть кто-то услышит, Тебя не забудет Молитву Христу вознести. Лети непрестанно Над грешной землею Сердцам одиноким глуши, Кто плачет, томится В глубокой печали Одином Христе Расскажи Лети наша песня В драгонку планете И спутник, и все обгони Пусть всякий живущий На нашей планете Услышит Услышит О Божьей любви Мир Божий вам Я зачитаю тоже Стих Кто верует в меня У того, как сказано в Писании И шреву потекут реки Воды живой Это Иоанна 7, глава 38 стих Мы веруем в Господь А где же реки Воды живой Что Ты нам обещал Детки святые Божьи есть человеки Народ Господь Силу потерял Мы веруем в Господь Но вера наша Мала Ничтожна Верим в Кво Кое-как Дух ослабел И сердце пыл Угошен Подняться снова Сила нет никак Мы веруем в Господь Но нету связи Твой близкий И воинственную Кривой И рьется плоть Что встать Под духом Князем Дай нам победу Сердце Дай покой Мы веруем Но жизнь у нас Плотская И к небу Зоры Никогда Никогда Поднять И с Богом Жизнь Воинственную Святая Молитесь Чтоб Верю Что в вере Устоять Мы веруем В Господь И твердо Знаем Что ты Льна Курящего Не угостишь Мы падаем В пути Ослабеваем А ты На нас Любовь Глядишь Те кто Верует Сказал Те спаситель И сердце Почетет Живой поток И Дух Святой В нем Сотворит Обитель Поток Верит И все Ощесаемый Глубок А если Честный Грех Неисповедан Не может Течь Поток Живой Воды Христу Иисусу Обо всем Поведай Смирись Успокойся И Сокреши Женит Мы верим Господь А где же Вера Хотя бы Как Горничное Зерно Ведь Вера Божия Не имеет Меры Проситесь Верой Будет Вам Дано Нам Помоги Господь Чтобы Свято Верить И Наши Души Мысли Ответи Всю Нашу Жизнь Хотим Тебе Доверить Звездой Нам Путеводную Святым Лишь Тебе Живительные Реки Да и Сердце Нам Священного Огня Уже Ты Оставил Нас Навеки Хотим Мы Благодатного Дождя Хотим Иметь Отполное Христовое Мы Перед Тобой Наполнен Наш Сосуд Что Потекли Потоки Жизни Новой О Дух Святой В Нас Совершай Свой Труд Ты Бог Даятель Источник Жизни Ты Нашу Веру Снова Оживи И В Край Небесную Дорогу Отчизни Нас Немощных Спасителей Доведи Аминь Слава Господу Слава Богу Рад Почут Так Прошу Друзья Батю Сестра Подключилась Что Там Вася Верш Сестра У нас Время Мало Совсем Без Рук Родился От Плеча О Боже Мои Руки Это Роскош Спасибо Господи Я Не Могу Молчать А Сколько Их Физически Здоровых С Больною Искалеченной Душой Сорвется Вздох Толпу Окину Взором О Господи Как Счастливы С тобой За Сердце Что Твоей Любовью Бется За Слух Что Слышит Голос Боже Твой За Песть Что Из Груди На Волю Рвется За Право Быть Возлюбленной Тобой Спасибо Господи Сто Тысяч Раз Спасибо Смолкают Недостойные Уста Любить Такой Мерой Не смогли бы На этом Свете Люди Никогда Слава Богу Да Слава Богу Так Прошу Сестры Ева Люда Я Человек А ты Владыка Творец Всего Примудрость Бог Земля Была Пустынна Дика Ты Тот Кто Бездну Превозмог Ты Свет Создал Могучим Словом Ты Смерть Попрал Греха Оковы Нет Слов Чтоб Выразить Всю Мысль Ты Тот Ком Истина И Жизнь Примись Лебедной Примудрость Великим Бога Моего Склоняюсь Падаю С Вольбою Я Чер Но Помнишь Ты Его Ты Любишь Жалкое Создание И Мне Велишь Других Любить Ты Заменил Мои Страдания Могу Ли Это Я Забыть Нет Нет Нельзя Святые Раны Из Рук Святых Струится Кровь Меня Тебе Боже И Примеданно Как Сильна Твоя Бог В Тебе В Тебе Мое Спасение Из Жизни Вечный Идеал Ты Дал Талант И Вдохновение Чтоб Я Втройне Тебе Отдал И Я Пою Пою Ликую Хвала Спасителю Небес Хвала За Жизнь Мою Земную Хвала За Вечную Хоть Здесь Еще Живу Но Верю Умокнут Буры Волны Моря Ладья Предстанет К берегам К Тебе Господь Моим Друзьям Я Здесь Ничто Скиталец Тленный Пылинка Звук Или Злак Земной Так Так Беден Ниж Несовершенный Господь Отец Мой Всеблагой К Тебе Стремлюсь В чертоге Рая Где Песнь Звучит Неумолкая С небесной Далью Голубой Сольюсь Чтобы Вечно Жить С тобой Есть На земле Одно Место Где Кровь И Любовь Воедино Оно Всем Людям Известно Место Казни Божьего Сына Крест Без Любви Тяжок Любовь Без Креста Пустая Если Не В Свете Ходит Вся Наша Жизнь Так Так Возлюбил Нас Грешный Что Крест Свой Понес Любовью Несчастных И Без Утешным Очистил Святою Кровью Крест Без Любви Тяжелый Любовь Без Креста Пустая Если Если В Свете Ходим Вся Наша Жизнь Так А Нет На Земле Поверьте Любви Без Хорыст Крест Несчастных 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 Крест без любви тяжелый, Любовь без креста пустая. Един годим вся наша жизнь. Слава Богу! Слава Богу! Ну, давайте я хочу прочитать один стихотворение, такое недолгие, короткое, но с мистом. Не будет ли стыдно? Это написал Николай Водневский. Вы знаете, Николай Водневский, баптистский писатель, редактор газеты был. Книгу, богатая книга написала. Ну, пишет. Не будет ли стыдно? Давайте... Так, стоп, и камера, больше у меня не включал. Давайте смотреть друг на друга, Друг друга запоминать. Нас всех ожидает разлука, Нам всем придется умирать. Давайте же будем добрее, Друг друга жалеть и любить. Спаситель нас всех обогреет, И тма не сумеет бить. Не знаем, как смерть обернется, Как долго мы будем стареть. И вечности может придется в глаза нам друг к другу посмотреть. И встретившись в новом теле, Не будет ли стыдно тогда, Что часто мы здесь не смотрели Друг друг к другу с любовью в глаза. Короткий, но дуже сместовый. Поэтому, божание в моем сердце, Что мы здесь, уже на земле, Смотрели друг друга с любовью. И Господь нас будет благословить. Не зложевать наши ситуации, Обставить на любви любовью, Как Господь возлюбил нас. Мы не заслужили, не зарубили, Ни за что, ни по чем. А Он нас полюбил. С нашими недостатками, Нашими недоликами, Со всеми вытекающими. А сегодня мы можем Обидеться, что нас не так посмотрели. Не так сказали. Я помню, как сестричка одна Жаловалась мне, Что вы знаете, я не могу любить свою свекруху. Я говорю, а что случилось? Она много говорит, Она очень много говорит, Она целый день говорит. Я говорю, ну то что? Ну, тут же не бьет? Нет. Тебя не убивают? Нет. Ну то что говорит? А что ты не можешь терпеть? Ты же не знаешь, Ты какая будешь, девушка? Надо любить. Как только начнешь ей любить, Она перестанет говорить. А рядом стоит человек, Кажется, это твой человек? Да. Скажется, дивись, Какие тебе Бог дал красавицу? От нее она же родила для тебя. Ты дякуй Богу, Что ты можешь такого человека. Радуйся. И забудь про ней, Что она говорит. То, что говорит, Ничего страшного. Бог испытывает тебе. Терпи и полюби. И Господь благословит. Так, Милаян, Будь ласка, Подняли руку. В связи с этим, Удиви, наверное, Єпсалон. Прошу. Слава Богу. Слава Богу. Ключи камеру, сестричка. У меня вірши. Когда снова Важко Далее идти И сили покидают У незмозі. Ты сможешь З Господом Цей шлях пройти И дай свои сили У земной дорозе. И только с ним Ты сможешь все пройти. Он забирает Бель Из середины. И только с ним Есть легкая дорога, По которой Так тяжело Людям идти. Когда на лежку Падаешь В немозе И думаешь Как же Мне далеко Далее быть Чекаешь Відповідь И думаешь Как не зайти З дороги Что ведет До моего Бутя. Когда Слези В тещи Свои Ковтаешь И уже Не знаешь Как же Далее жить А люди А люди Зрозуміють Господа Ви И одержишь Ты перемогу И одержишь Ты перемогу Одержишь Перемогу В тій Боротьбі Яка Відома Лишь Богу Слава Богу Що там Брата Том Хоче петь А він тільки Пришов З роботи Зараз Себе В порядок Трохи Проведе Ну то давай Руку Убери Тогда Хорошо Прошу Кто там Сестра Лида Часи Часы на руках Пять Вот почему Молиться Старайся Не забывать Время Начальник Строгий Стрелка Бежит Бежит Всех Торопить Ведь Немного Здесь Остается Жить Жить На земле Не Триста Лет А может Быть Шестьдесят А может Быть Только Тридцать А может И Двадцать Пять Вот Почему Молиться Старайся Не забывать В мире Дорог Есть Много Но Коротка И Дни Лишь Кто-то Верится Богу Будет Во веки Жить Жить На земле Не Триста Лет А может Быть Шестьдесят А может Быть Только Тридцать А может И Двадцать Пять Вот Почему Молиться Старайся Не Забывать Я тоже Читаю Привитая Маслина Это Римлянам Одиннадцатая Глава Семнадцатого Сиха По Двадцать Четностей В древности Народ Избранный Богом Жизнь Вслед Иных Богу Уходил Бог Любви Своей Прощал И Много По Пустыне Сорок Лет Водил Бог С народом Был В Святом Завете Повелел Закон И И И И И И И И Был Для Народа И Запреты Бог За Грех Прав Наказать Ропот И Неверие Народа Свою Строго Бог Не Проявил Грех Наказан Будущему Роду По Отцовскому По Отцовски Он Договорил Из Евреев Ветры Отломились Сердцем Был Народ Озасочен И В пустыне Жизнь Поп 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 Этот Был Отцвечен Мы Теперь Привили Привили Благодатью Благость Божия Явлена Для Нас Мы Теперь Христовые Сестры Братья Для Язычников Спасение Час Бог Нас Любовь Обрезает От Плосково Старого Ствола Сильным Конем Нас Соединяет Ждет Он Драгоценного Плода Мы Теперь Союз С небным С Богом Сок Мы Получаем От Лозы Хоть Встречаем На пути Тревоги Солнце Луч Опять После Грозы Верю К ним Грозы привитые, чтобы плод духовный приносить. Проповедники мы и левиты будем же за все благодарить. Бог не посадил ветвей природной, думаю, что посадит тебя. Если в жизни много дел негодный, то я ведь пригодна для огня. Силой могучей и державой силен Бог тебя опять привит. Приготовить душу к речи славной и для вечной жизни сохранить. Если корень свят и ветви святы, в этом помогает благодать. И плоды духовные богатые наши жизни будут созревать. Дикая привитая маслина, это я, спасенная тобой. Непригладная моя картина, Господи, труди же надо мной. Я был без Бога на чужбине, приносил кислые плоды, ты привил меня к своей маслине и ведешь к ручу живой воды. Корень от Давидовых потомков меня держит в силе своей и плоской природочной обломки убирай, убирай, делай, делай, святой. Не гордись и не будь самонадеян, берегись упасть, хотя стоишь перед Господом благовея, только лишь Богу, только так лишь Богу угодишь. Не привознись перед ветвями, ты не держишь корм, ты лишь ответь, чтобы Богу не пришлось кормями, разговор с тобой душой иметь. Веруй, веруй, держись обетованный, когда пристану в бодрствую и молись. служи Богу всякое дарование и всегда для Господа трудись. Аминь. Слава Господу. Да, слава Богу. Что там, милаяны? Аксана, давай. Давай, Аксана, давай. Чути, мэне, бошусь, звук. Чути, чути. Мэне, шусь. Дитя мое, тебя я не предам, не оттолкну, когда другие отвернутся. Я нежно прикоснусь твоим глазам, коль в боль они слезами окунутся. Не буду сыпать я на раны соль, как тот, кого считал поверным другом. Не стану я играть фальшивую роль, минуту трудную я просто рядом буду. Надломленного сердца не сломлю, оно на свете для меня всего дороже. Сильнее жизни я тебя люблю, ведь так, как я, любить никто не может. Ты помолчи, пусть трудно говорить, и если тяжело излить всю душу, позволишь просто рядом мне побыть, минуты, когда мир вокруг разрушен, когда покажется надежды нет совсем. Я рядом буду, я тебя не брошу, я заберу всю боль и грусть проблем, я разделю с тобой страдания, ношу. Лишь твердо знай, что в трудной жизни миг, когда не будешь видеть меня взглядом, не бросил я, несу в руках своих, мы все пройдем. Дитя, смотри, я рядом. Слава Богу. Слава Богу. Так, ну что, друзья, время, башня, якби, селень, кто-то у нас подключается. Брататон, ты готов? Время у нас уже летит. Ты, наверное, успеешь два куплета только петь. Не чую, а то миг. Так. Ну, что делаешь? Нет, тоже ответ. Вы знаете, что нет, тоже ответ. И когда не отвечают, то все. Ну что, придется уже подяковать Богу, друзья, раз у нас уже всеми сказали, что мы мало сказаты, как что кто-то еще мав, и скажи, мне надо обязательно сегодня поделиться, и Бог ложил ваше сердце, молчать не надо. Это не как раз структура, мы люди свободны во Христе Иисусе, так что можем смело. О, сегодня у нас также в гостях Анжела Романовская. Анжела, можешь два слова сказать, как тебе первый раз ты у нас в служении в этом онлайн? Как тебе понравилось? Еще будешь или больше твоей ноги тут не будет? Анжела? Ключи камеру, микрофон и говори. Там же какая-то Раиза, Романьян, как? Ну вот это есть Анжела, да. Можешь говорить Анжела? Может она не знает, как его подключить? Ну ладно. Ну нам доброе, что она послушалась, подключилась, уже приятно. Взагали цей народ, как мы кажем, Роми, они несколько раз у нас были в собрании, делали попытку покаяться. Я с ними провожу такую общительную работу, беседу, хочется, чтобы они служили Богу, жили с Богом, для славы Божьей, потому что Бог любит все народы, и армяне, русских, украинцев, ромиев, китайцев, немцев, ну кого бы не было, как бы не было. Я помню, когда я был в Германии, однажды спросил одного русского немца, ну, мы были у них в гостях, я говорю, бабушка, как вам Украина там? Ой, не напоминайте, мне спина уже болит, а чего? Она говорит, знаете, сколько сапал этих буряшных полях, как там, где буряки? Она говорит, у меня спина уже, как вспоминал, вы знаете, гектарами сапали, сапали, сапали. А, я говорю, тяжко, а брат, говорю, а что вы скажете? А он говорит, что я тебе скажу, брат? И мы союзы были второй сорт, и тут был второй сорт. Там нам называли, обзывали фашистами, кем угодно, не принимали, как свои, приехали сюда, и здесь тоже стали вторым сортом. Знаете, для людей мы каждый второй сорт. Нас будут ненавидеть, нас будут гнать, али поверьте, когда придем перед лицей Господней, мы будем первым, виши сорт, виши сорт, избране Божьей, Господней, на все национальности, и Бог нас благословит. Стоит, Варс Радзан Еркенк ТЕР Емец ПЕЛКЕЦ, Варс Радзан Еркенк ТЕР АЗАТЕЦ, ГРЭЦ МЕРА НУНЕ КЯНКИ ГРКИ МЕЧ, ГРЭЦ МЕРА НУНЕ КЯНКИ ГРКИ МЕЧ. Добре, я тебе дай начало, давай. Браво, Болгу. Камер, Кручье? Я только что сработает. Ну, не только что. Мы верим, верим, честно, верим. Вот как ты есть в натуральном виде, так и славим Господа. Хай Бог благословит. Ты кажешь сработает, а такое впечатление, что я проснулся. Не, 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 я потом переправил, я с души, с работы и с ванной. Ну, пожалуйста. Да, Барца, Дан Йеркен. Ну, давай. Дан Йеркен. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Описал наши имена в книге жизни А, написал наши имена в книге жизни Хороший псалом Это первый псалом нашего спивника И брат Атом любит, часто спевает И я люблю Хороший псалом, дякую Но что интересно, я уже заметил Брат Атом поет и еще Замечания робит сестры Лилит Успевает, мимиками там что-то Ну, это только армян так может быть Петь и заодно замечание Увидеть, там что-то там не так Хорошо, брат Рад, что ты голодный Але телом, але богатый Духовно с нами спевает Слава Богу У тебя есть желание Слава Богу Хай Бог благословит Брат и Рад Ну что, пришел ваш час Просто читайте место И мы помолимся за нужды И прославим нашего Господа Хай вас Бог благословит Сегодня вы написали, что не будете И тут раптом появилось Приятно увидеть Ну, сын тут был А потом что-то, он быстро ушел Я потом смотрю, кто уже не заходит А потом, а почему мы так и вашего сына не увидели? А почему он не хотел с нами спелкуваться? А я не знаю Вот спросите в следующий раз ему Только надо уже две недели Я про них и говорю Я хотел с ним общаться А тут Ну да, я понимаю тебя, брат Но видишь У его жены со стороны Тоже тут родственники большие У них там Ну, понятно Приехал на пару Короткое время И бегом, бегом, бегом Ясно? Ну, дякую Богу, что вы не убегали Вы на месте И подключились Слава Богу Это уже приятно Прошу Куда убежишь? Откуда знаем Люди-то убегают Здесь кто куда Пока Ваше убежище Это присутствие Божия Хай Бог благословит Пока Бог не говорит Я никуда не бежу Доброе Братцы, но Вы так же сказали Мы там были фашисты А тут мы русские Ну, я говорю Это всех немцев Такие Они там Не принимали А тут приехали И еще не принимают А сердце Божие для вас Запомните А мы говорим Мы из Казахстана Значит, вы казахи Доброе Хай Бог нас благословит Прошу, брат Да Слава Господу Еще раз благодарность Господу И мир вам Действительно Есть еще мирное время Что Бог дает Еще мирное время Конечно, не везде Но По милости Божьей Здесь все мирно И тихо Конечно, как Один брат говорит Не всегда так будет Мы не знаем Что завтра будет Я уже говорил Семья Вот Вы знаете Тут Жена и муж Погибли И Восемь детей Осталось Они ехали Откуда-то Я не знаю Но Они попали На поле На мины И Разорвалось Пятница Была Похрана Остались Восемь Детей Это И то Морское область Они там Оттуда И Он Сказал Что Сын Спросил Что будет Завтра Он сказал Мы не знаем Что будет Завтра Действительно Мы не знаем Что завтра Будет Вот Никто Ничего Никто Не знает Как Сегодня Жена Спела Песни Мы не знаем Пусть Бог Поможет Нам Сегодня Что Действительно Чтобы Мы Как Брат Говорил Уже Чтобы Любили Друг Друга И Как И Послание Второе Послание Иоанн Говорит Такие Слово Шестое Это Первый Ну Один Глава Шестое Стих Любовь Состоит В том Чтобы Мы Поступали По Западе Его Это Та Запад Которую Вы Слышали От Начала Чтобы Поступали По Ней И Во Многом Многие Оболстители Вошли В мир Не Иисповедав Иисуса Христа Прошедшего Проти Такой Человек Оболститель И Антихрист Наблюдайте За Собой Чтобы Нам Не Потерять Того Над чем Мы Трудились Но Чтобы Получить Полную Награду Всякий Приступающий Учение Христов И Не Пребывающий В нем Не Имеет Бога Пребывающий Учение Христов Имеет И Отца И Сына Кто Приходит К вам И Не Приносит Всего Учения Того Не Принимайте В дом Не Не Принимайте В дом И Не Приветствуйте Его Ибо Приветствующий Его Участвует В злых Делах Его Аминь До сих пор Здесь нам Ясно Все Написано И Сказано Как Любовь Сын Чтобы Мы Поступали По Запад Его Это Та Запад Которую Вы Слышали От Начала Чтобы Поступали По Ней Если Также Мы Читаем Это Тоже Напоминает Иоанна 14 Глава Здесь Он Тоже Говорится 14 Глава 15 15 Стих Если Любите Меня Соблюдите Заповеди Мои И Я Умолю Отца И Дай Вам Другого Утешить Да Пребудет С вами Вовек И Первая Анна Трай Глава Он Тоже Говорит Здесь Такие Слово Спят Всегда И Ниже А Кто Соблюдает Слово Его В том Истинного Божия Совершилось Из него Узнаем Что Мы Нем Кто Говорит Что Пребывает Нем Тот Должен Поступать Так Как Он Поступал Возлюбленный Пишу Вам Не Новый Запад Но Запад Древний Который Вы Имели От Начала Запад Древний Есть Слово Которое Вы Слышали От Начала Но Притом И Новый Запад Пишу Вам Что Есть Истина И В нем И В вас Потому Что Тьма Приходит И И Свет Уже Свет Кто Говорит Что Он Во Свете А Ненавидит Брата Своего Тот Еще Во Тьме Кто Любит Брата Свою Тот Пребывает Во Свете И Нет В нем Соблазна А Кто Ненавидит Брата Свою Тот Находится Во Тьме И Во Тьме Ходит И Не Знает Куда Идет Потому Что Тьма Осклепила Ему Глаза Аминь Нам Здесь Ясно Тоже Написано Слово Божье Потому Что Он Говорит Здесь Он Здесь Казач А Кто Соблюдает Слово Его Том Истинно Любовь Божия Кто Говорит Что Пребывает В нем Тот Должен Поступать Как Он Поступает И Он Здесь Напоминает Нам Дальше Седьмого Девятого Сиха Кто Говорит Что Он Во Свете А Ненавидит Брата Своего Тот Еще Во Тне Кто Любит Брата Своего Тот Пребывает Во Свете Нет Во Нем Соблазна А Кто Ненавидит Брата Своего Тот Находится В Тьме И Не Знает Куда Идет Потому Что Тьма Ослесила Ему Глаза Вот Такие Слова Нам Сегодня Господь Говорил Я Думаю Что Брат Тоже Что Немного Говорил Что Бог Ему Вложил В Уста Он Говорит Так же Бог И к нам Каждому И всегда Говорит Чтобы Мы Как Говорится Любили Друг друга Любили Брата Сестру Как Написано Слово Божие Бога Никто Не Видел А Мы Видим Брата И Сестру И Не Любим А Мы Бога Любим Как Мы Можем Любить Бога Если Мы Брата Не Любим Или Сестру Или Ближне Свою Как Он Здесь Напоминалось Первое Иоанна А Кто Не Видит Брата Тот Ишок Тот Находится Во Тьме И В Тьме Ходит И Не Знает Куда Идет Пусть Нам Чтобы Нам Не Быть Опознавшим И И И Слышателем И 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 Сейчас У Кого Есть Проблемы Нужно Я Так Не Готовываться Потому Что Я Ну Как Был Здесь И Я Это Мы Так Не Готовились Но По Милости Боже Что Бог Хотел Сказал Те Дуста Мои А Теперь Пожалуйста У Кого Есть Нужные Проблемы За Кого Молиться Пожалуйста Будем Молиться Я Хочу Возблагодарить Господа За То Что Он Действительно Очень Милостив К нам У 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 Вчера К Нам Сюда И Рассказал Свою Жизнь Как Она Пришла Господу Как Мама За Нее Молилась И Настолько Было Такое Чудесное Общение Вчера У У У У У У У Всех Сестер Свидетельствовать О Себе И Очень Благословенное Служение Так Я После Этого Хочу Только Благодарить Господу Слава Иисусу Да Слава Господу Сестра Таня Церкови 2 Я Благодарю Господа Что Здесь Все Таки Я Смогла Подключиться И могу С вами Общаться И Участвовать Но Хочу Вас Попросить Помолиться Вот Тут Есть Такие Проблемы У Меня С Оформлением Здесь Каждую Бумажку Вот Они Как-то Настолько Все Бюрократично По 2 Недели Делается Чтобы Как-то Господь Никак Невозможно То Их Нет То Новый Год У них Праздники Ну Все Настолько Сложно Так Получается Там Там С работы У нас Уже Рассчиталось 7 числа Разумела Разумела Я тебе сказал Тебя не бьют За это Нет Там Не бьют Нет Ну Чтобы Господь Вижу Устройство Своё Ничего Это Все Пройдет Это Мелочи Чехи Просто Будем Молиться Чтобы Господь Потрапил Трошки И Дал Силу Претерпеть Это Все Бывает Хуже Так Что Дякую Богу Что Не бьют Что Все Нормально А будем Молиться Что Господь Трошки Ускорил Это Ну Иногда Нам Кажется Что Это Все Долго Еще Есть Нужные Друзья Давайте Оперативно Трошки За мою Семью Будь Ласка Подтримайте Молиться За покаяние За Семью Сестри Люди Максим За наше Помещение Так Ева Люда Шумом Прошу Постоянно Молимся За ваше Помещение Верим Что Бог Услышит И Мы Были В это Воскресенье В Смоленске На служении В церкви Свет Миру И Там Двое Людей Они Вышли С покаянием Потому Что Они Давно Много Лет Отошли От Господа Что Они Там Соблазнились На Ком То И В общем Отошли От Господа Жили Непрощение Там Было Они Очень Пожалуйста Друзья Дорогие Поддержите Чтобы Бог Их Ухлепил И Чтобы Они На Этой Дороге Жили К Спасению Добре Добре Еще есть Друзья Нужно Скажите Оля За все Велико Дяка Богу Прошу Помолитись За примещение Для Нашей Церкви Дякую О Боже Поможи Господи Два года Помолимся Пожалуйста Стратанья Церкова Вдвага Я хочу Попросить Вернее Не я Мене Просили А я Скажу Нашей Церкви Щоб Помолились За Сина Лікарки Одною До якої Я Хожу Там Допомагаю Їй Син Зломав Тазобедрений Сустав И там Дуже Велика Проблема Десь В Луцьку Мають Йому Робить Операцію Нехай Ця операція Пройде Успішно Вона Дуже Просила Щоб Ми Молились За Його Проблеми Серцем Дорогие Також Такая Нужда Помолимся Вы Знаете Оксана Сирота Которая 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 Ходит Зуби Такие Страшные Есть Определенная Сумма Зиврена И Мы Хотели Робить Там Один Хирург Стоматолог Взялся За Операцию Не Каждый Хочет Взяться Сложно И Хотели Его Взяли На Войну И Получается Сказать Что Может Попросит Приде Буде Робить Операцию Все Забрали На Передовую Ну Это Господи Поможи Еще Страшнейше Поэтому Давайте Молитве Задать Что Господь Вернул Этого Хирурга Чтобы И Он Чувствует Что За Него Мы Молимся Чтобы Господь Сберег Его Житие И Чтобы Оксане Стали Зуби Нормальные Там Операцию Зуби И Благо Ставить За Помолились За Племянницу Завтра Ей будут Операцию Делать Желч Удалять И Еще За Одну Сестру Церкви Нашей Она Тоже Болеет И Просила Тоже Чтобы За Него Помолиться Добрый Бог Знает Эти Нюрды Так Все Друзья Еше Мы Дякуем Бога За Сегодняшнее Служение Яки Господь Нам Дав Мы Дякуем Что Вчера Сегодня Навеки Господь Той Самый Хай Бог Всех Вас Нас Рясно Благословит Это Было Служение Церкви Дваги Я Буду Встанавливать Паспорт Церкви Да Помоги Всем Нам Бог Зараз Мы Выходим Из Эфира Записа И Широ Молимся До Нашего Господа